Всем привет! Сегодня говорим про Samsung и до появления Galaxy Tab S4, а это именно он, в природе не существовало флагманских планшетов, которые могли бы конкурировать с последними моделями iPad. Ну, по крайней мере, за последние три года так точно. Ситуация настолько печальная, что на сайте Android исчез раздел с планшетами. Правда, на некоторое время потом Google его вернули и директора оправдывали, что это было досадное недоразумение. Смешно получилось. Как ни странно и дико это осознавать, но до сих пор в почете планшет Nvidia Shield Tablet, он действительно неплохой и древнейший Nexus 9. Вот он, конечно, такой средневатый. В любом случае Samsung решили исправить эту ситуацию и давайте посмотрим, получилось ли это сделать у новинки. Пожалуй, с дизайна начнем. Для флагмана планшет собран неплохо, однако до iPad все же не дотягивает. С тыльной и фронтальной стороны имеем стекло, а по краям идет металлическая рамка. Зачем оно там, беспроводной зарядки нет, разбить легко, не знаю. Защиты от воды нет. И когда эта тенденция дойдет до планшетов-то? Только Sony умеет, видимо, в защиту от воды. В общих чертах дизайн планшета почти идентичен Galaxy Tab S3, однако есть несколько отличий, причем серьезных. Под дисплеем исчез сканер отпечатков пальцев и сенсорные клавиши навигации, за счет чего рамки вокруг дисплея сверху и снизу стали заметно меньше. Обрамление по краям визуально не изменилось, а поэтому планшет все еще удобно держать в одной руке, избегая фантомных нажатий. В этом плане продумано. Что еще? Вместо сканера отпечатков пальцев Samsung предлагает использовать фирменную технологию Smart сканирования, которая объединяет сканирование радужной оболочки глаза и лица. Ее мы уже видели в Galaxy S9, работает неплохо, но часто ошибается, вечером тоже непонятно, но быстрее, чем в S9. Все физические клавиши, а именно качелька регулировки громкости и питания расположились в верхней части правой грани. Расчет явно на то, что планшет большую часть времени будет его использовать в ландшафтной ориентации. Еще из интересного на правой грани можно обнаружить слот для карты памяти microSD внизу и nanoSIM. Как тебе такое, iPad? На левой грани находится магнитный коннектор для клавиатуры обложки, на верхнем торце ничего, а на нижнем — порт Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Говорят, в новом iPad Pro его не будет. Еще на торцах можно заметить четыре динамика с каждой стороны. Звук у него неплохой, но честно говоря, iPad не дотягивает, что бы вам Samsung не говорил. На мой взгляд, звук на четверочку. Давайте проверим, так ли это. Теперь iPad. По-моему, разница очевидна. От сборки переходим к дисплею. Здесь установлен AMOLED-экран, другого от Samsung не стоило ожидать. Он яркий, контрастный, сочный, в общем, прекрасный дисплей. Гибко настраивается. Разные режимы, есть блокировка случайных касаний, двойной Tab для открытия экрана. Все, что нужно, здесь есть. Конечно, лагерю IPS уже нужно приобщаться с AMOLED-экраном, но вот этот экран прям хорош. 10,5 дюймов, разрешение 2560 на 1600. Дальше. Galaxy Tab S4 работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой Samsung Experience 9.5. На первый взгляд, она аналогична тому, что мы наблюдаем на смартфонах Samsung, как Galaxy S9, например. Однако, в отличие от смартфонов корейской компании, фирменная оболочка на планшете умеет переходить в режим DEX без помощи специальной док-станции и монитора. И это его главная особенность. Режим DEX превращает Android в подобие операционной системы для стационарных компьютеров, где есть рабочий стол, а приложения запускаются в окнах, которые можно по нему перемещать. Начиная с Galaxy S9 в режиме DEX на полный экран отображались только игры. С Galaxy Tab S4 весь экран может занять любое приложение. Всё это напоминает Chrome OS и это очень круто, так как в таком режиме работать с планшетом куда приятнее. Экран-то позволяет. Из минусов только отмечу работу исключительно в горизонтальной ориентации. Перевернуть нельзя, а если было бы можно, я бы режим DEX вообще не отключал. Он удобный. Вместе со стационарным режимом работы новый планшет от Samsung предлагает стилус. Он идёт в комплекте и он также обновился. По размеру, кстати, немного меньше, чем Apple Pencil. S Pen понимает угол наклона, силу нажатия и вот это всё. В этом плане отлично, как и на Galaxy Note работают заметки при выключенном экране. Одна проблема – хорошего софта под Android реально мало, чтобы рисовать. Что ещё? Конечно же клавиатура. Она в комплекте не идёт и за неё придётся выложить дополнительные 9000 рублей. Клавиатура удобная, клавиши удалены друг от друга на комфортном расстоянии. Тысячу раз удобнее, чем клавиатура Apple на iPad, раз уж мы их сравниваем так часто. Но здесь такая же неувязанная клавиша переключения языков. Одна, так ещё и справа. Дайте мне переключение на Ctrl-пробел или как на Mac или Alt-Shift. Можно, конечно, здесь активировать комбинацию Shift плюс пробел, но это тоже неудобно. Для чего нужна клавиатура? Конечно, чтобы такая связка заменила ноутбук. Режим Dex здесь и есть для того, чтобы работать с окнами и клавиатурой. И вот такой вариант реально в поездках удобен невероятно. Камеры. С тыльной стороны расположен одинарный 13-мегапиксельный модуль, а спереди фронталка на 8 мегапикселей. Фотка и средний, но лучше, чем среднебюджетные смартфоны. Я бы сказал уровень Galaxy S7 или даже чуть похуже. Но камера тут далеко не главная ведь. Производительность. К сожалению, Samsung не стал устанавливать в Galaxy Tab S4 новый процессор Qualcomm Snapdragon 845, ограничившись 835 драконом, как минус запас прочности у старого чипа небольшой. Как плюс имеет набор хорошо оптимизированных приложений. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. На деле имеем быструю работу системы, приложений и игр. Планшет реально летает, Snapdragon 835 однозначно еще не устарел. Galaxy Tab S4 в России будет стоить 53 тысячи рублей. Конечно, это дорого. 64 ГБ встроенной памяти, стилус идет в комплекте, это единственный вариант. Но за эти деньги можно взять iPad Pro 10.5 на 64 ГБ, правда Wi-Fi версию, и докупить Apple Pencil. Выйдет примерно так же. Что касается аксессуаров, есть фирменный чехол за 5500 рублей двух цветов, черный и серый. И клавиатуру придется докупать тоже отдельно, она стоит 9000 рублей. Но при оформлении предзаказа на Galaxy Tab S4 на сайте Samsung по России можно получить ее бесплатно, с полной предоплатой. Итого, на стороне планшета Apple более качественная сборка, звук, конечно, здесь лучше. На стороне Samsung более низкий ценник, если сравнивать LTE-версии. Плюс режим DEX и, конечно, Android, любовь к которому является ключевым фактором в покупке. Все-таки Android более гибкая система, нежели чем iOS. И если вы жить не можете без Android, или если у вас есть устройства Samsung другие, то, конечно, нужно оставаться в этой экосистеме и спокойно брать Tab S4. Если операционная система роли никакой не играет, то здесь я бы смотрел в сторону iPad Pro все-таки. Естественно, мы говорим про топовые устройства, потому что стоит что этот, что тот очень дорого. Только, если нужно что-то подешевле, то, опять же, обычный iPad, либо прошлогодний Galaxy Tab S3. И, в принципе, все. Потому что Nexus 9 и Nvidia Shield сильно устарели. В природе не существовало. Существовало. Разные разные. Только Apple Pencil еще можно закупить. Только Apple Pencil еще можно докупить. Только Apple Pencil еще можно докупить. Еще раз. Ну, можно добавить и купить Apple Pencil. И, конечно, Android. Цепка проблакала. Дальше папа вирус не получится. Продолжение следует.